Это программа «Мой район». Сегодня мы говорим о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочково. У нас в студии художественный руководитель Московского театра «Сатиры» Сергей Газаров, скрипач Пётр Лундстрим и волонтёр Александр Катенофонтов. Пётр, Александр, Сергей, добрый день. Александр, первый вопрос к вам. Что входит в обязанности волонтёра? Мы помогаем кандидатам ускорить процесс прохода в пункте отбора на контрактную службу. Какие вопросы чаще всего вам задают? Какой перечень документов необходим с собой, как долго идёт в целом процедура отбора на контрактную службу и уже непосредственно, когда он уже станет военно обязанным. Сергей Шханович, я знаю, что вы были в пункте отбора на улице Яблочково. Как вы его оценили? Очень серьёзно всё выглядело. Для меня очень всё логистически понятно было. Как-то много воздуха было. Имеется в виду, что пространство позволяло... Там было большое количество людей, и они как-то не давили друг друга, никаких очередей. Всё как-то спокойно. Разные комнаты для разного. Большой очень плац, обустроены беседки, автобусы и всё. Ну, как-то так очень всё цивильно. Это как-то так вот... Это же и есть отношения. Самое, знаете, что ещё интересное, я обратил внимание. Знакомились с врачами. И я тоже по профессии всматривался. В повадке, в выражениях тоже удивительная вещь. Абсолютная вовлечённость людей как бы... Ну, не то что помочь, а создать правильную атмосферу, нормальную атмосферу. Пётр, вы тоже бывали в этом пункте отбора на улице Яблочково? Да. Вот уважаемый коллега всё сказал совершенно правильно по поводу воздуха и правильной планировки. Я тоже был удивлён, хотя я знал, что я увижу примерно, потому что я понимаю примерно, как именно работает в этом смысле правительство Москвы. А организовывать процесс оно, конечно же, умеет. То, что стало частью нашей жизни, имея в виду МФЦ, многофункциональные центры, да. Мы сейчас можем вспомнить, как это было 10 лет назад, да, и это было совсем по-другому. МФЦ вошли в нашу жизнь, принцип одного окна, когда ты приходишь, и, в принципе, там всё организовано так, что, несмотря на большое количество людей, очереди, собственно, не ощущаются. Вот. И, конечно, то, что сделали, это замечательно. Человек приходит, где-то за 4 часа он проходит абсолютно всё, включая все осмотры, да, разговор с психологом, там, банковскую службу юридическую и так далее и то подобное. И я вот, например, не знаю, летали ли вы или нет на FPV-дрон, тренажёр FPV-дрона. Действительно очень классная вещь. Помимо того, что у нас есть приставки, понимаете, там ребята могут посидеть там поиграться. Кстати говоря, в приставку никто не играл, когда я был, в приставку никто не играл. А вот на FPV-дронах сидели парни и учились летать. Ну, это просто к вопросу о состоянии и настроении, которое там было. Там в основном молодые люди по вашим поведениям? Нет, скорее, среднего возраста. Я бы сказал, 30+. Александр, вот подробно расскажите, как там организована работа в пункте отбора на улице Яблочково. Везде находятся волонтёры, везде есть сотрудники, которые готовы помочь кандидату, который пришёл. Волонтёры непосредственно помогают даже на первоначальных этапах, вплоть до заполнения анкет. Вот. Далее уже непосредственно на выдаче электронного талона мы также сопровождаем каждого человека до каждого кабинета. То есть всё максимально чётко, структурно, удобно. Также в пункте отбора есть возможность сделать флюорографию, если у человека её нет с собой. Также есть кабинет, где можно сдать кровь. Тоже всё очень быстро, удобно. В течение 10-15 минут уже есть все результаты, которые необходимы. Где могут люди, которые желают служить по контракту, где они могут вообще информацию знать, в том числе и об этом пункте? По Москве находится очень много информационных стоек, где также работают волонтёры, которые дают первоначальную консультацию для граждан, которые заинтересовала контрактная служба. Также есть линия 117, куда тоже можно позвонить, обратиться. Там тоже проконсультируют и подскажут. И непосредственно в пункте отбора на контрактную службу также есть и консультации. И всю подробную информацию можно узнать из трёх источников. Вот вы ведь, Пётр, бываете на передовой больше 100 концертов, да? Под 100 концертов, да, там 95 концертов. Далее. Как вы считаете, вот такие пункты нужны? Конечно, это необходимо абсолютно. Более того, знаете, как армия, это элита нашей страны. И добровольцы, которые идут в армию, это люди, которые достойны не просто уважения, а почести, понимаете, и славы на самом деле. Вот. Поэтому это очень нужное... В смысле, это не просто нужное дело, это необходимое дело. А вот то, как это организовано, это уже, как говорится, средство для достижения этой цели, да? И организовано вот там, где мы были, там, где я был, всё блестяще. Это факт. Ну, ведь там не только выступаете на передовой, вы и общаетесь ещё. Какие-нибудь истории вам запомнились? Историй вообще очень много. Ну, вот у меня две сразу всплывают, и обе связаны с Мариуполем, кстати говоря. В Мариуполе я играл первый концерт 10 апреля 2022 года. То есть когда ещё там шли... Шли тяжелейшие бои за Азов Сталь, за завод Ильича, за центры города в полутора километрах от нас. И тогда вот мы давали концерт на площади, там, бывшая метра. Там было где-то 2,5-3 тысячи человек, людей, которые пришли вот за гуманитарной помощью. И мы туда привезли грузовик с хлебом, водой, гигиеническими принадлежностями. Но это было 10 апреля, это не история. Это просто я вспоминаю, как я там был первый раз. А второй раз я там был в июле того же года. Мы приехали с моими родителями, кстати, с потрясающим пианистом Александром Романовским. Играли концерт как раз перед драмтеатром. И вот на этот концерт пришёл дедушка. Дедушка, 78 лет. И вот после того, как мы отыграли, мы пошли с ним пообщаться. И он нам сказал, без музыки невозможно выжить. Он говорит, музыка, она даёт нам силы. Я 48, по-моему, дней, весь, всё время штурма Мариуполя, за всё это время я не видел ни одного куска хлеба. Но я постоянно пел. И это спасло мне жизнь. И это, конечно, может быть, одно из самых важных таких свидетельств того, что то, что мы делаем, это не зря. Это вот одна история, конечно, потрясающая, что музыка важнее хлеба. А вторая тоже связана с Мариуполем. С тем же драматическим рядом театром стоит большой собор, недостроенный, огромный православный храм. И мы туда пришли, и там была ключница. Ключница вот этого собора, которая нам провела экскурсию. И она нам рассказала совершенно невероятную вещь. Точнее, показала. Напротив этого собора стоит большая длинная девятиэтажка. И она на тот момент была полностью выгоревшая. Стоит чёрный дом. А в самом центре этого дома, в середине, на каком-то там, не знаю, пятом, шестом этаже, стоит абсолютно нетронутая к нём квартира. И она нам рассказывает, что это её квартира. И что она, когда начались обстрелы, она встала и день и ночь начала читать псалтирь. И когда уже пошли наши... Приближался бой, всё ближе к драмтеатру и так далее, они в итоге укрылись в подвале этого самого собора. И когда они там укрылись, по дому начались прилёты. И он весь выгорел. Весь, кроме её квартиры. Ну, если это не чудо, то что это такое? То есть человек, который просто читал псалтирь в своей собственной квартире. И это единственная квартира, которая сохранилась в своём доме. Я уверен, что ваши выступления очень многие люди запомнили, потому что я помню реакцию в социальных сетях на ваши концерты. У нас, кстати, есть видео. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Вы играли там под разрывы снарядов. Это как раз прилёты, это 155-й калибр, предположительно, как раз американские галубицы. Это позиция наших войск в бывшем депо под Донецком. Мне кажется, даже это черта города Донецк. Сергей Ишканович, вы знаете, конечно, что в годы Великой Отечественной войны люди вашего цеха, актёрского, не только ездили с бригадами на фронт, но и шли добровольцами. Сейчас вы что можете сказать про своих коллег? Ну, конечно, мы участвуем во всём. Абсолютно. В чём можем. Иногда сами просимся, иногда предлагают. Очень много артистов наших, которые посетили, не скажу, что они прямо были в боевой зоне, но в местах, где проходит какое-то лечение ребят, или ближе к передовой, ближе чуть-чуть, то есть тот же самый Донбасс, когда там были ребята с концертами, и сейчас тоже поедут. То, что касается по Москве, вот в госпитале Бурденко, перед ребятами, конечно, это необычные концерты, и Пётр тоже, наверное, это понимает, потому что, прежде всего, он артист. Александр, а вот почему для вас важно быть волонтёром именно в этом пункте отбора на улице Яблочково? Честно говоря, я даже не знаю, как может быть по-другому. Это началось огромная заслуга родителям ещё с детства, когда тебя приучают к тому, что необходимо делать какие-то добрые дела безвозмездно. Далее, естественно, по этапу взросления уже огромное спасибо учителям, которые также приобщают к всему этому. И вот уже непосредственно в каком-то подростковом, более уже осознанном возрасте ты начинаешь понимать, что это нужно и необходимо. И вот так постепенно ты приходишь к тому, что если ты можешь помочь, ты обязан это сделать. Спасибо. Сразу после рекламы мы продолжим разговор о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочково. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова